Ну а начнем мы нашу программу с сообщения о том, что Москву посетила делегация Болгарской Православной Церкви во главе с митрополитом Ловчанским Гавриилом. Владыка с 2009 года возглавляет Верховный Церковный Совет Святого Синода, а в феврале текущего года стал одним из трех кандидатов, которые участвовали в выборах предстоятеля Болгарской Православной Церкви. По случаю своего визита в Россию митрополит Гавриил возглавил Божественную Литургию в столичном Никольском храме. Господа нашего, Иисуса Христа, и любви Бога, и онца, и причастки в Святого Духа будни со всеми вами. И сону Богу твое. В стенах подворья Болгарской Православной Церкви в Москве митрополит Гавриил молился впервые. Владыке сослужил настоятель храма святителя Николая Чудотворца архимандрит Феоктист Васильцев, а также члены делегации Болгарской Православной Церкви. Настоятель подворья Русской Церкви в Софии архимандрит Филипп и епископ Броницкий Григорий, викарий болгарского патриарха. За литургией также был совершен благодарственный молебен святителю Николаю Чудотворцу. Святой особо почитаем не только православными россиянами и болгарами, но и в католическом мире. По окончании всех богослужений митрополит Гавриил обратился к духовенству и прихожанам храма с проповедью. Владыка в своей речи отметил традиционно братские отношения между народами России и Болгарии, а также выразил свои слова поддержки и наставления на Великий пост. Пост, то, что мы стараемся есть постную пищу, то, что мы стараемся не участвовать в каких-то развлечениях, стараемся более сосредоточиться в себе. Это все нам нужно для более сердечной, для более глубокой молитвы, для истинной беседы с царем, царствующим с Богом, с Господом Иисусом Христом. И постараемся Великим постом действительно побольше молиться. Никольский храм по дворе Болгарской православной церкви построен в начале 17 века. Революция пришла на Таганку, где и стоит церковь стремительно. В начале 20-х годов службы в храме были запрещены советской властью, а само здание передали в аренду разным организациям. Только в 90-м году храм вернули верующему народу. Усилиями настоятеля и прихожан у храма святителя Николая началась вторая жизнь. Работы по восстановлению былого величия продолжаются и по сей день.